В Ровенской области между городом Дубно и селом Тараканов расположен Таракановский форт. Еще его называют Дубинский форт. Это чудо фортификационных сооружений. Это город-призрак. Построен форт в XIX веке и строила его Российская империя. Таких фортов существует всего три в мире. Два расположены во Франции и один этот. Это не разработка военных русских архитекторов, хотя они его строили. Такие форты сначала придумали французы. Они их строили, использовали на практике и, увидев действие их практичности, русские решили строить на просторах Российской империи подобные сооружения. Это очень хорошо, конечно, когда даже западные регионы нашей страны, в частности, Волень, а этнические земли были очень большие, они входили в состав Российской империи. Это было больше, чем 100 лет. С 1795 до 1917 года. Это произошло по одной простой причине. До XVIII веке это была территория Польши. Речь посполита она называлась. Но в XVIII веке польский король был очень сладкой личностью, скажем так, такой сладкой фигурой на политической арене Европы. И этим использовали три страны. Три страны. Пруссия, Австрия и Россия. Они между собой распределили земли Польши так, что та сникла с карт Європы, вообще как самостоятельная страна. То есть, чтобы мы с вами понимали, где проходили кордоны на тот час, уявить собі, что если от форта ехать, или от города Дубна в направлении Львова, цей дороги, которую вы ехали, то за 55 км будет небольшое место Броди. Броди – это было прикордонное австрийское место. То есть, кордон с Австрией был через 50 км звезды. Певдень – 100 км на певдень – Тернопіль. Это также была территория Австро-Угорщины, скажем так. Почему Россия строит форт именно около Дубна? На тот час проходила тут стратегически важная транспортная магистраль. Это была «Залезница». В целом, ее Россия строила тут в середине 19-го столетия. Возвращаясь, что «Залезница» – это самый быстрый транспортный засед на 19-е столетие, потому что еще ничего не ездило и ничего не летало. Основал проект Александр II, а Александр III лично приезжал в этот форт. Итак, зайти можно было только через один вход, через этот мостик. Теперь здесь все открыто. Остроили его как оборонное сооружение. Это город-призрак, в котором сложный лабиринт ловушек, колодцев. Самостоятельно его посещают, но опасно. Здесь можно либо провалиться, либо произойдет обвал. Заходить сюда нужно в удобной обуви и с фонариком. Поговаривают, что здесь бродит призрак. Довольно-таки энергетически тяжелое место. Но это не останавливает туристов и любителей экстримов. Ходить тут нужно очень осторожно. Постепенно форт разваливается. Природа его уничтожает больше и разрушается он больше от времени, чем от битв. Проходим через входной тоннель и оказываемся перед зданием, которое когда-то было заселено. Это военный объект. Во время боевых действий в казематах могли разместиться 800 человек. Для его полного существования форт был оснащен всем необходимым для жилья. Здесь были и бани, и сушки, колодцы, прачечные, лазарет, кухня, хлебопекарня, столовая. Все было автономно. Здесь была даже тюрьма, церковь. На замковом камте. Видишь? Прямо смотришься, и такая, как дырка в стене в виде хрестика. А, да. Ну и был капеллан мостявый, да? Капеллана не было. Запрошили священника с села. По специальным перепостам. Перепостки в форте назывались билеты. Это сооружение имело семь подземных уровней, со сложной системой тоннелей и ходов. Они и сейчас здесь существуют. Форт состоит из нескольких линий обороны. Был использован новый стиль проектирования. Оборонные стены сооружения прячутся за высокими земляными бастионами и рвом. Удатковые амортизационные подушки. Это также было важно, потому что большая часть выбуховой хвили гасилась во время ударов в землю. И здесь каждый подвал, стена, каждый свод, казарма, таят в себе чью-то судьбу, историю. Тут был и дисциплинарный батальон, и склады. Ходят легенды, что немцы устроили здесь секретные лаборатории Анненербы. Но, отыскав и открыв их, можно выпустить из лаборатории подземелья опасные заражения. Толщина стены. 2,5 метра. Все, что мы с вами видели внизу, и еще будем видеть, все находится сховано под этим залезобетонным валом. Это называется пильный залезобетонный траверс. Его высота, в принципе, не давала возможности перелететь снаряду и зруйнувать фортовое дворище. То есть в центральную казарму попасть. Ну, и это как бы верхняя броня форта. Чтобы знищить все, что внизу, надо было знищить спочатку этот вал. Вот такого плана. Он засыпанный по всему периметру земли. Это бетон и залезобетон, соответственно. Вот так, как выливали бетон. Они использовали кремнии, а не щебень. Такая сполка была максимально мощной. И армировали форт рельсами. Мы говорим, товариство, с вами про очень серьезные строки обороны форту. 3-4 месяца. То есть, соответственно, его и обстрелили 3-4 месяца, скажем так. Потому что гарнизон тут по любому был в осаде. Дозубиво-збройный гарнизон лишить в тилу было не очень понятно. Поэтому укрепили его самыми звичайными рельсами. Там переховывались, скажем так, орудия. Для того, чтобы продолжить им житие, и, соответственно, оборону самого форта. Сюда мы попадаем на другой подземный ярус. Ходим! Вот это все, это тоже территория форта. Дорожки, по которым могли перевозить оружие, гарматы. Перевозили при помощи лошадей, повозок. Это все тоже оборонный вал, пробить который было очень сложно. Он железобетонный. В 1915 году русская армия, покидая форт, подорвала его, делая помещения невозможными для проживания. Но и по иронии судьбы, русские построив этот форт, для обороны ни разу не использовали его в оборонительных целях. А брали этот форт штурмом два раза. Один раз, когда здесь стоял австрийский гарнизон, при этом полегло 200 австрийских солдат. А второй раз, во время всем известного брусиловского прорыва, отвоевывая форт у поляков. Армия Буденного брала штурмом этот форт. Кстати, впервые была использована аэросъемка. Нестеров снял с высоты расположение и облегчил штурм этого форта. Но во время Второй мировой войны здесь боёв за форт не было. Его проще было обойти, чем брать штурмом или обороняться. Но здесь были и немцы, и тюрьма НКВД. Вообще, это чудесное место снимать кинофильмы. На территории форта снимали украинский фильм фэнтези «Джура Королевич», премьеру которого планировали на осень 2020 года. Вот, а это декорации, которые остались после съёмок этого фильма сказки. И некоторые сюжеты из фильма «Павадыр» тоже снимались здесь. Копцари собирались у старой козацькой фортеции. Они спевали про свободу, веру, славные подвиги козаків. И вам доброе. Безусловно, это чудо инженерной мысли впечатляет своей продуманностью, величиной, масштабами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok